Здравствуйте! С вами Центральный военно-морской музей имени императора Петра Великого и в студии я, Екатерина Аксенова. В Центральном военно-морском музее состоялось открытие выставки «Волжская военная флотилия. Битва за Сталинград» в знаменовании с 80-летия Сталинградской битвы. Наступательная операция Красной армии под Сталинградом началась 19 ноября 1942 года и была бы невозможна без действий Волжской военной флотилии. О роли моряков флотилии, об их подвигах и рассказывает выставка. Я могу сегодня, после научных исследований, проведенных нашими сотрудниками по подготовке к открытию сегодняшней выставки, твердо, точно и однозначно сказать, если бы не боевые действия Волжской флотилии, если бы не великая роль, которую сыграла Волжская флотилия в логистике по Волге, скорее всего, советским войскам было бы очень сложно, а то и невозможно победить в Волжском сражении. Это даже можно назвать совместный проект музея и нашего архива. И вы знаете, были обнаружены документы интересные в фондах, которые сейчас, вот мы тогда уже, мои научные сотрудники, представили копии этих документов, помогли их выявить и представить здесь. В архиве это тяжело, в документах архивы лежат вот в тиши, на полочках. Мы их выдаем исследователям, они пишут свои научные изыскания. А музей – это совсем другое сообщество. В музей каждый может прийти и своими глазами увидеть, прикоснуться вот к этим страницам Великой Отечественной войны. Почетное право открыть выставку «Ударом в корабельный колокол» было предоставлено правнучке героя Сталинградской битвы, контр-адмирала Александра Федоровича Оржавкина Александре. На выставке представлены документы и фотографии того периода Великой Отечественной войны, награды и личные вещи героев Волжской военной флотилии, модели кораблей, входивших в нее, и образцы вооружения. Всего за время Сталинградской битвы канонирские лодки и бронекатера флотилии выполнили более 1200 боевых стрельб, обеспечивали проводку 113 караванов, отразили 122 воздушные атаки. То, что делала флотилия, это оценить просто невозможно. Были бесстрашные люди, как дедушка потом в своих воспоминаниях очень часто отражал пехотинцы, генералы, попадавшие на катера, сходившие потом на берег, говорили, нам не нужна ваша красивая черная форма, у вас здесь нигде спрятаться, когда противник атакует. Здесь просто ты и противник, вода и противник. Здесь нет земли, здесь нет канавы, здесь нет камней. Волжская военная флотилия сыграла важную роль в Сталинградской битве. На протяжении всего сражения корабли и суда флотилии перевозили войска, грузы, обеспечивали выставку десантов, а также противоминную и противовоздушную оборону волжской коммуникации. Волжская военная флотилия была создана в октябре 1941 года по указанию Государственного комитета обороны. В состав ее бригад под командованием контр-адмирала Рогачева вошли более 200 мобилизованных в 1941-1943 годах судов речных пароходств, работающих на Волге и Каме. Главной базой ВВФ стал Ульяновск. В январе 1942 года многие буксирные пароходы были переоборудованы в канонерские лодки и вошли в состав первой бригады речных кораблей волжской военной флотилии. С июля 1942 года бригада принимала участие в боевых действиях при обороне Сталинграда. Командиром бригады был назначен контр-адмирал Поробьев. В сентябре 1942 года в городе Горьком была сформирована еще одна бригада военных кораблей из 12 переоборудованных пароходов. Они вошли в состав третьей бригады речных кораблей. Также в состав ВВФ пошли бронекатера специальной постройки, тральщики и вспомогательные суда. После выполнения поставленных Верховным главнокомандованием задач и окончания Сталинградской битвы в мае 1944 года Волжская военная флотилия была расформирована, а ее боевые катера вошли в состав Днепровской военной флотилии и дошли до Берлина. Приходите на выставку, оставайтесь с нами. А с вами был Центральный военно-морской музей имени императора Петра Великого и в студии я, Екатерина Аксенова.